Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить вкусную, нежную, ароматную рульку на гриль. Ну что, поехали на дачу? А по дороге мы захватили две свиные рульки, сельдерей, морковь, одну луковицу, имбирь, чеснок и петрушку. Быстро почистили 7 зубчиков чеснока и 4 из них нарезаем дольками, для того, чтобы удобно было нашпиговать нашу рульку. Нашпигованную рульку отправляем в казан и подготовим нашу овощи. Почистим морковь, лук. Цвет бульона нам не важен, поэтому шелуху снимаем. Тщательно промоем стебель сельдерея и нарезаем средними кусочками. Самым бережным образом почистим имбирь. Отправляем нашу овощи в казан к рульке. Казан должен быть холодным, это важно. Наливаем 1,5 литра пшеничного нефильтрованного светлого пива и 1,5 литра кучевой воды. А теперь самое время заняться огнем. Складываем в очаг дрова и поджигаем их. Друзья, пока я развожу огонь, самое время подписаться на мой канал. Всего рулька у нас будет готовиться 3 часа, но через 1,5 часа добавляем специи. 5 листиков лаврового листа, 20 горошин черного перца и 2 столовых ложки соли. Глядя на то, как пляшут языки пламени в очаге, время прилетело незаметно. Как можно аккуратнее стараемся достать руль. Ох и непростое оказалось это занятие. С рульки убираем все лишнее и просушиваем нашу рульку бумажным полотенцем. А теперь займемся соусом для глазировки. Берем 4 ложки кетчупа, 4 ложки соевого соуса, 1 столовую ложку сладкой горчицы, 1 столовую ложку жидкого меда. Все тщательно перемешиваем. Добавляем 2 столовых ложки растительного масла и еще раз все перемешиваем. Смотрим, как наш соус густеет на глазах. То, что надо. Отлично получилось. Наша гладировка готова. Рульку на гриле будем готовить примерно 15 минут. Причем первые 10 минут будем готовить на непрямом жаре. Тщательно глазируем нашу рульку со всех сторон. Наступают самые томительные минуты ожидания. Закрываем наш гриль и ждем. Наконец-то она готова. Я свою рульку подал с капустой, горчицей и хреном. О боже, какая она аппетитная. Ну и как известно, лучший напиток к рульке это свежее, холодное, пшеничное пиво. Какое все-таки нежное получилось мясо. А какой стоит аромат. Друзья, это просто не передать. Этот рецепт еще называют вепревым коленом. Друзья, делайте этот рецепт. Удивляйте своих друзей. И наслаждайтесь божественным вкусом. Ммм, как это вкусно. А теперь угостим наших дорогих гостей. Кстати, одна рулька в среднем уходит на 2 человека. Привет. Приятного аппетита. Поехали. Нсно.